Приветствую! Сегодня рассмотрим вот такой вот модуль дозиметра-радиометра. Чем он интересен? Это модуль, который работает по I2C и он полностью забирает на себя с нас работу с трубкой Geiger. Здесь уже есть генератор высокого напряжения и контроллер рассчитывает и отдает нам готовое значение радиации, ну и конечно же количество пойманных пульсаций. То есть нам ничего не нужно делать, кроме как подключить его к I2C шине. Питается он от 3 и 3 вольт и только от них. При 5 вольтах он сгорит. И забирать с него готовые значения. Модуль продается с трубкой и без. Он сделан под трубку SBM21, но если у нас есть какая-то своя другая трубка, то мы без проблем можем ее сюда запаять. Единственное, что нужно будет сделать, это подредактировать коэффициент чувствительности, поскольку он у разных трубок разный. Модуль оснащен качественным разъемом NXH2.54, кабель которому двухсторонний идет в комплекте. То есть с одной стороны вы можете вставить его в этот разъем, а с другой стороны в обычную гребенку. Этот разъем не позволит вашему модулю просто так отсоединиться, будет хороший набирать контакт внутри устройства, что обеспечивает качество и долгосрочность службы. Давайте рассмотрим варианты покупки. Как я и говорил, он продается в двух вариациях, такая с трубкой и без трубки. На 28 февраля цена за модуль с трубкой 3500, это сенсор СБМ-21. Ну и без трубки на 2000 дешевле полторы тысячи. В описании даже на странице продавца есть все необходимые информации по поиску библиотеки, подключению модуля, некоторые его характеристики. Как я и говорил, модуль работает только 3-3 вольт и здесь же есть размеры устройств. На отдельной папочке есть даташит на модуль на русском и английском языке. Его можно посмотреть, если вам интересно, работа самостоятельно с регистрами. Здесь описано, во-первых, формула, по которой рассчитывается радиация. Есть два регистра. Радиация статическая, там плавающее окно 500 секунд и динамическое. Период измерения, то есть плавающее окно, оно меняется в зависимости от того, сколько за секунду ловится пульсации. Здесь есть описание регистров и опять же распиновка, те же самые размеры, несколько страничек. Давайте посмотрим саму библиотеку. Я написал небольшой примерчик для этого видео. Здесь очень хорошо закомментирован весь вход. Он будет естественно в описании, сможете скачать, посмотреть, ознакомиться. Мы можем получать данные датчика двумя способами. Если нам нужно несколько значений, например, и статическая, и динамическая, то лучше всего вызвать метод get, после него все данные переменные заполнятся актуальными значениями и мы можем их непосредственно использовать. Если нам нужно только одно значение, то можем одной строчкой получить его вызовом такого одного из методов, они интуитивно понятно названы, и мы в ответ получим одно нужное значение, данные переменные трогать не будем. Давайте рассмотрим встроенный в библиотеку примерчик. Не то чтобы он идеален, но я думаю стоит его рассмотреть. Здесь вначале мы создаем объект класса, инициализируем модуль. Здесь показаны некоторые варианты чтения и записи регистров. Например, вот так вот мы можем установить чувствительность модуля. Это нужно бы откалибровать трубку при замене, либо просто некорректно в показаниях. Так вот можно выключить генератор высокого напряжения для перевода модуль в режим энергопотребления. Дальше у нас показан вариант чтения данных с датчика, но только вызовом соответствующих методов. Чтение методом get здесь не показано. В примерчике к данному видео мы будем использовать OLED-дисплей позже, и поскольку на него мы будем выводить несколько значений, я использую как раз таки метод rat-sense-get. Получаем данные, и дальше считываем готовые переменные. Например, вот таким вот нехитрым образом реализовано пропискивание количества пойманных частиц. Данный пример собран под две платы, это ESP32 и любая ардуино на отмега 328. Но сейчас давайте перейдем в среду ардуино, и загрузим пример из библиотеки в наш макет. Давайте загрузим этот пример на плату arduino nano и подключим к ней наш модуль. Для этого воспользуемся проводком. Проводок, идущий в комплекте, имеет разъем XH254 с обоих концов. С одного конца мы его обрежем и заменим на обычную гребенку 2,54. Особое внимание хочется обратить на то, что вот эта часть модуля является генератором высокого напряжения, поэтому трогать ее пальцем не стоит. Это безопасно для здоровья, но неприятно. Также на модуле имеется светодиод, индицирующий о регистрации модулем частицы. Зальем нашу прошивку и увидим в мониторе порта значение радиации. У меня есть таблетка с амерцием из датчика дыма. При ее помощи мы можем заметить реакцию модуля на пролетающие частицы. Мигание диодика резко участилось и значение в компорте тоже начинает возрастать. Модуль считает два значения, динамическое и статическое. Статическое имеет скользящее окно значение в 500 секунд. Динамическое изменяет окно в зависимости от скорости изменения импульсов. Поскольку модуль общается с нами по шине I2C, написанный нами код кроссплатформенный. Можем с легкостью заменить нашу плату, например на ESP32. ESP32 имеет встроенный Bluetooth, так что мы сможем сделать, например, дозиметр с мобильным приложением. Но сейчас ограничимся добавлением дисплейчиков. Давайте для начала рассмотрим написанную прошивку, где мы будем использовать библиотеку дисплея, которая поддерживает множество экранов и является кроссплатформенным. Поэтому данный код можно залить как на ардуино с контроллером от Мега, так и на ESP32, ESP8266. Добавим дисплейчик. Теперь мы видим динамическое и статическое значение радиации прямо на дисплее. Кажется, нашему устройству до полноценного дозиметра не хватает только одной детали. Это пьезодинамика или пищалки. Добавим ее, как на схеме, на пины D5 и GND. Теперь пролетающие частицы мы можем регистрировать не только по изменению значения на экране, но также через звук. Таким образом, мы получили дозиметр крайне бюджетным. Напомню, что наш модуль вместе с трубкой стоит 3500, в то время как контроллер ардуино и дисплей в сумме стоят меньше 500 рублей. Итого за 4000 мы получаем модуль с OLED-экранчиком, в то время как самые дешевые дозиметры начинаются от 5-6 тысяч рублей. И помните, код желает вам удачный код. До встречи!